Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 929. «Вы говорили, что Бог касается человека один раз. Если прозевал, то он больше не коснется его. Так значит, каяться, молиться после этого бесполезно?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я не говорила о каком-то конкретном случае, но напомню, что он может быть последним». Притча 27 глава 1 стих. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Евреям 3 глава 8 стих. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Евреям 3 глава 15 стих. «Да коли говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Деяния апостолов 24 глава 25 стих. «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал. «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Этот правитель Феликс стоял почти у двери спасения, но что-то его удерживало. Должность ли, мнение ли безбожных товарищей, и он думал, что это может быть и завтра. Узник в его руках. «Покаяться никогда не поздно», — говорят в народе, но в следующую встречу страха уже не было, и он ждал взятки от своего знатного узника. Деяния апостола 24 глава 26 стих. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отступил его, отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порций фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Момент был упущен, и Феликс сошел с арены навсегда. Бытие 6 глава 3 стих. «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемой человеками семи, потому что они плоть, пусть будут до них 120 лет». Откровение 3 глава 20 стих. «Се, стою у двери, стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». 2 Коринфянам 6 глава 2 стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения». Здесь кем-то протоптана к морю тропинка. Она односледно узка. Здесь кто-то прошел босиком, не в ботинках, и сел там на камень, узкал. Он долго глядел, как на воду спускались последние солнца лучи. Как волны все ближе и ближе плескались. Прибой ему ноги мочил. Ему показалось, он только песчинка, прибитый к твердости скал. Он мелко дрожал, и лицом без кровинки к холодному камню припал. Сознал себя маленьким, жалким, ничтожным, среди массы воды и песка. «Кто я?» — восклицал он, что ты меня, Боже, так долго упорно искал. Нашел и обнял, как волна обнимает, прибрежный груда камней. И понял меня так, как мать понимает, своих неразумных детей. Он долго сидел там, заката сиянье сменилось сияньем луны. Он знал, что такие вот с Богом свидания нечасто нам в жизни даны. Он вдруг осознал, что он полон значения и Богом возлюблен навек. Взглянув на песчинки в искрайнем творенье, он понял, что он человек. Он встал и, расправив широкие плечи, прошел предрассветную тьму. Я с Богом имела подобные встречи, за них благодарны ему. Вера Кушнир